Правительство Кыргызстана открыло специальный счет, куда граждане страны могут добровольно перечислять деньги, чтобы выплатить внешний государственный долг. Эту инициативу ранее поддержал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров. Сумма задолженности приближается к 5 миллиардам долларов и кабинету министров с каждым разом все труднее обслуживать долговые обязательства. Бакат Чермашев выяснял подробности. Размер государственного долга Кыргызстана составляет 4 миллиарда 826 миллионов долларов. Республика должна иностранным государствам, зарубежным фондам развития, крупным финансовым институтам и банкам. В числе кредиторов Франция, Япония, Южная Корея и страны Ближнего Востока. Самый большой долг перед экспортно-импортным банком Китая – 2 миллиарда 256 миллионов долларов. С начала только этого года на обслуживание долговых обязательств из бюджета потрачено 22 миллиарда сомов. Финансовая нагрузка растет, и поэтому правительство обратилось за помощью к населению. Частью этих средств еще и возложить ответственность за долг, который принимали власти нашей страны, переложить на рядовых граждан, которые и без того большинство находится в достаточно непростом положении, которое усугубилось еще и в этом году пандемией коронавируса. Я считаю, что это абсолютно популистская такая затея. Финансисты посчитали, что если госдолг разделить на число жителей страны, то получится, что на каждого кыргызстанца приходится 731 доллар. При том, что в это число вошли все – от маленьких детей до пожилых людей. Учитывая, что средняя заработная плата в стране – около 200 долларов, идея рассчитаться с иностранными кредиторами при помощи народных денег выглядит малоперспективной. Тем более, что в Кыргызстане в 2007 году уже пытались собирать деньги у населения, чтобы рассчитаться с долгами. Причем тогда экономическое положение Кыргызстана было куда лучше, чем сегодня. У большинства, подавляющих большинство граждан, просто нет таких денег. Все-таки пандемия, прежде всего, нанесла удар по экономике. Очень большой дефицит бюджета. Это уже, понимаете, конечно, в первую очередь и граждане сами. Ну, на обыденном друг друга у всех позанимали. Сейчас, вы же знаете, даже бизнесмены малого и среднего бизнеса, для них отдаются льготы с тем, чтобы их отсрочить платежи, кредитов и так далее. То есть масса примеров есть, и поэтому твердо надеяться, что этот процесс заработан мы пока не можем. В результате недавних переговоров Министерства финансов Кыргызстана с иностранными кредиторами удалось договориться об отсрочке платежей. Приостановить финансовые требования с нулевой процентной ставкой согласились Германия, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Китайская сторона также намерена предоставить Кыргызстану отсрочку по долгам. Но, как говорят в правительстве, проценты за продление финансовой задолженности выплатить все же придется. Бакыч Ермашев, специальный Ляхабар 24, Бишкек, Кыргызстан.